всем привет всем хорошего вечера наконец удалось мне выйти на улицу разные факторы почему и долго ничего не выкладывал на youtube и вообще не выходил никуда наконец наконец я вышел к морю просто спустя неделю мне кажется вот я у моря долго и ничего не снимал не укладывал просто нет времени просто некогда я просыпаюсь 6 утра и засыпаю просто 12 ночи и у меня нет ни секунды вот сейчас мне придется небольшое окно на полчасика я думаю выйду ладно выйду пройдусь потому что ну невозможно сидеть около компьютера сегодня у нас все был экзамен но не экзамен а вот предварительный экзамен я я не готовился я просто я вообще ничего не делал меня не было времени я пришел когда на занятия в класс да в школу в аудиторию не знаю как правильно сказать там я посмотреть успел склонение субкунтивов и не за как повелительного наклонения испанского и собственно благодаря этому более-менее что-то там еще вспомнил как что делать а в остальном но это жесть конечно вот так вот нон-стопом ох что-то эта неделька у меня такая жесткая но это все из-за коронавируса потому что я подхватил коронавирус и у меня все 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 полетела просто вниз все планы все что я планировал если бы не коронавирус я бы конечно не сидел бы с 6 утра сейчас и до 12 ночи и как красиво вообще да какое небо просто красивее уже июнь представляете уже июнь на следующей неделе просто не верится вроде только вчера был новый год тучами сегодня все дождь был утром прям ливень ночью бил какой-то непонятный сейчас на улице достаточно тепло кстати я не знаю видели вы новость и испания открыла для всех границы для россии открыла границы что чтобы сделать в общем визу и прилететь на теперь достаточно пациент тестом справки о вакцинации или справки о том что вы переболели коронавирусом и прилететь вообще теперь можно спокойно не нужно лететь через венгрию не знаю через грецию или все какими-то окольными путями но понятно что напрямую из москвы в барселону или там мадрид или круто там севилью да самолеты не полетят и не летают но не знаю через стамбул например вообще вполне можно прилететь сейчас хоть и море уже более прогреты и кстати из-за коронавируса даже не рискую к воде полетите супер страшновато в плане дальше бы не разболеться он как бы коронавирус протекал в такой форме что я даже не сразу понял что это коронавирус только благодаря тесту а я сделал два теста он показал что это ковид это к небу нравится очень очень красивое небо мне кажется очень красиво да на побережье вот как живешь рядом а выйти к берегу к пляже просто нет времени нет сил не знаю это вот один такой вот аспект да и да и как бы хотел сказать вроде не хочет нет хочется выйти к морю это все расспокаивает сидишь и так тут никого нет на пляже это вот спортом занимаются тут уже видите поставили будки но это вот будка здесь можно взять и каяк или как называется падал борта на прокат брать а посмотрите привезли привезли кафе поставили не было они значит наверно в июне откроются там раньше было кафе балума я думаю что в этом году на низе открываются балума но они такие у них очень интересное заведение очень такое на первой береговой линии почти конкуренции нет только вот здесь есть кафе и вот там вот в этой части далековато и в конце набережной тоже вот здесь есть все одно кафе но хотите сидеть на первой береговой линии там-то конечно ценник придется платить ого-го купой ну хочешь сидеть в красоте и возле моря сколько градусов мне кажется градусов наверно 20 то есть но но сегодня ночь была очень холодная такая же дождя потому что дождь и освежающий воздух достаточно прохладно было спать но нормально это не зима зимой это жесть у нас не спать с открытым окном точно не получится смотрите уже кстати потихоньку потихоньку туристы приезжают но я думаю что основной будет в 20-х числах июня потому что как раз студенты закончат обучение и все поедут сюда я думаю что город будет наполнен толпами туристов нас хотят группы от школы и ходили на экскурсию на кладбище леуретовская модернистская надо туда сходить снять показать вам потому что это кладбище уникально тем что она модерне она другое такого короче нету здесь вот в таких маленьких городках нигде то есть она прям отличается это не знают произведение искусства я не знаю как его описать всем это просто нужно видеть это кладбище ну а вторая экскурсия будет музей сальвадора дали но я скорее всего не поеду потому что но у меня много дел и если вдруг что то мы потом сами отдельно съездим может быть прямом эфире если вам конечно интересно кстати съездить музей сальвадора дали в прямом эфире вы напишите в комментарии или еще лучше напишите вообще чтобы вы хотели посмотреть ну конечно в рамках разумного в плане не знаю там к примеру саграда фамилия до съездить в прямом эфире показать вам провести экскурсию пишите я с удовольствием запланирую поездку саграда фамилия или еще куда-нибудь вот но либо я буду вам говорить какие темы вы уже там подкидывайте интересно их посмотреть или нет ну что я не знаю может быть вам интересно полюре эту погулять прямом эфире то тоже давайте пишите комментарии с удовольствием похожу как показываю город рассказываю что где как и почему здесь есть от рыбак что правда вышел вот видите пунта гарби здесь открыт кафе отдыхают мне очень нравится небо очень красиво прям очень красиво небо красивый закат после дождя кстати всегда очень красивые рассветы и закаты если завтра пойти в 6 утра на набережную встречает рассвет сто процентов я прям уверен будет очень красивый рассвет можно запланировать если у нас сил хватит то выйти в 6 утра встретить рассвет небольшой променад по набережной с видом на море эти душевые кабины стоят лес тут мне кстати доктор с коронавирусом советовала ходить сюда в лес гулять ну тоже там на фональце рядом лес ходите гулять и дышите так меня лечили парацетамолом и прогулками в лесу так что это уже такое верх уже не модно болеть коронавирусом сейчас обезьянь оспа пришла а я решил запрыгнуть в последний вагон и прочувствовать что такое коронавирус дышится после дождя прям вообще очень легко такой аромат какой-то свежего леса я не знаю свежего леса после дождя прям очень классный так вообще смотрите с одной стороны море с другой стороны лес круто да смотрите тут вот спортплощадка спортом можно выходить на турниках либо вы тут есть еще тренажеры там тоже добрых людей короче если не хотите ходить спортзал вот оно место выходите занимаетесь короче к сезону готовы смотрите как красиво солнце падает на вот этот лес который мы сейчас обходили с той стороны да очень красиво чем даже вот так с решетками касты как красиво смотрится такой яркий свет ладно пойдемте дальше гулять мне кажется после дождя такой контрастность как будто бы выше у видео сейчас смотрю и немножко цвета короче когда солнце сильно то ли блеклость добавляется что ли но от яркого свечения солнца а сейчас прям такая насыщенная зелень и черный глубокий какое-то другое мне кажется что после дождя прям реально другие цвета и вот этот вот от солнца свет падающий на лес просто красиво и изумительно люди которые тут любуются вон там на балконах люди такой закат красивый хотя основной закатом солнце садится запах великолепный хотя это духи чьи-то наверное вот ее тут реабилитационный центр или как правильно называется ну да наверное реабилитационный центр смотрите какой закат красивый как красиво солнце светит да вот тут все с забором так все с растениями что-нибудь так пожухли но мне кажется красиво просто давить ну да изменяешь этот артист не так красиво как хотелось бы закат красивый это уже все конец города туда уходит дорога в планы соседний городок небо такое ну цвета мне кажется просто абсолютно насыщенные такое умиротворение тихо ничего нету да просто окраина города вот здесь он заканчивается там дальше ничего нету короче вечером тоже такая благодать гулять тихо спокойно никого нету да и сейчас на улице после дождя очень даже комфортно очень хорошо да мне еще так закат нравится красивый ну хотя нет он такой желтенький вот есть иногда розовые оранжевые закаты вот эти тут розочки растут да это кустовые розы если не ошибаюсь где фокус да это же розы кустовые такие графовые но вот там смотри там все он розовые красивые цветы ну да это кустовые розы мелкие получаются они да такие грязные а что то мне кажется я ходил я ходил все так было цветами усеяно а тут что то другие цветы но это не розы потому что то другое я не знаю я во флористике не всегда не могу догадаться и узнать что это за цветы вот здесь вон видите как усеяно розами розовыми розовыми розами все они такие красивые уже что ли отсветают или что это осыпаются лепестки что перейдем туда посмотреть розы вот те сейчас я переду дорогу чтоб меня не сбили наверное рискну о ведь меня он решил пропустить может потому что я снимаю или почему не знаю короче но это еще мелкие мне вот те интересные цветы смотрите как гора освещается солнцем да красиво очень красиво вообще небо такое солнце вот собственно я каких-то там убежал как-то не розы но это не розы да я не знаю что это они просто так усеяны вот эти кустики с цветами мне кажется очень красиво прям так красиво мне нравится это конечно не флористическая какая-то композиция но тем не менее очень красиво а вот это кстати знаете что это виноград здесь в августе будут прям бесить виноградины их можно будет есть очень вкусные но они небольшие это а ну вот видите вот он получается это веточка винограда будет маленькие видите виноградинки тут просто чей-то участок а вот виноград сюда свисает тут вон какие-то вот это я не знаю что за фрукты тоже ой они вот продаются 2 евро что ли стоят килограмм не помню ой в горле застрял коронавирус а вот это дерево по моему это инжир вот это вот дерево тоже такой участок непонятно то ли он заброшенный то ли не заброшенный пахнет ой классно как знаете на даче я не знаю вот что это такое но это же не инжир нет это не инжир я не знаю как называется это растение этот фрукт там вот тоже стоит инжирное дерево недавно там был инжир сейчас посмотрим есть или нет но вот эти тоже видите они такие но они такие не ухоженные если честно дом непонятно не ухоженный вот инжир пахнет знаете смородиной там же не может быть смородины вот это вот дерево там был инжир его или собрали или он уже опал потому что сейчас его я не вижу может и опал ооо какое небо красивое смотрите обалдеть красиво мне кажется так очень красиво такое прям по деревянски какой то смотрите деревянный ээээ столб домик маленький лес просто вокруг деревьев просто очень красиво смотрят но вот это тоже виноград да или нет это какие то цветы просто мне очень нравится закат вот смотрите просто небо красивое этот цвет я не знаю розовый или нет такой желтый ну красиво грязно желтый да такой цвет и все это рядом то есть дальше уже только начинается вот город тут город вот так разворачиваешься и ты за городом тадам мне нравится мне нравится а причем если вот туда пойти там тоже ну я не знаю урбанизация или все там такие загородные домики какие то непонятные фазенды или что ну понятно фазенды понятно фазенды очень интересно может в один из дней сходим туда тоже погуляем посмотрим что там в общем все буду завершать видео пойду домой работать дальше всем хорошего дня подписывайтесь на мой канал пишите комментарии лайки уведомления не забывайте нажать чтобы не пропускать видео всем хорошего дня увидимся всем пока 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 не